всем здрасте что тут на голове хвост девочки так все запутается волос если только вы знали что заплету что заколю как бы я не сделала запутается вот на ночь запрету косу утром встаю расплетаю она в косе запутаны вот это такой волос все жизни у такой девочки мальчики всем привет я только пришла минут 10 сразу сюда в дом не заходила одежу принесла все сразу переоделась платье в сумку он за футболе ну хоть бы скорее уже холодало так уже хочет садиться уже шубит руку одеть уже ходить как нормальный человек уже так надоело вот это пекло видите какой у меня пред 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 а еще девочки вообще на лавочке посидела во дворе сосед на первом этаже сидел на лавочке со среднего подъезда собакой гулял эту села за него просто разговариваем просил по все события про все он ну сколько 58 лет а у него сожительница я забыла откуда она переселенка у баба уля его мамка так ее она еще была живая как у нее приволок я сегодня я это я и так это уже знала а все добби дли acontecer че пьяная под лачи на голодает какая-то сидит это рими и иххихихихи хи их мы сидим нормально разговаривают а потом я и дала таблетки она полкой я хороша это твоя это с палкой то что у нее там че спина часу я вообще не понимала с кем я разоварю взрослый и взрослый человек я и дала таблетки вот эти которые у меня я забыла которые то я что мне сказала ну 1 пропить их когда у меня это спина болела на а вот это все все вместе болела все весь все нутро вот я дала и 2 не две пластинки но начатый арена вот это про пейеры проколи уколы я и сказала какие я я все делала я у меня очень она долго было месяц я ничего не делала и потом еще месяц ческока я делала уже все и она не проходила в том раз и все занемело вот что-то помогло вот я тоже это сам сидит время хи 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 в этих очках от солнца в халате вышла курят одну за одной сидят я вообще-то все таки как гавкнула подхватила свои сумки и пошла когда слышал не там что-то вмыкает тыкает это нахер она тебе надо дурочка это как-то девочки противно когда так сбуханые как как это все противно и на наш под градусом сидит рик хрен его знает под чем он нормально я всегда с ним раза даже если он там сидит там то пиво может выпить на лавочке пока собакой гуляет он не 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 валяется ничего ты лучше сам сиди в своей квартире трехкомнатной вот и бы зашла знаешь у меня надо утенок купить для унитаза мне надо купить шампунь мне надо купить весельку в унитаз ну ты это поняли вот это вешать вот мне надо тоже одна я с ней уже хожу поэтому я юля я забуду тарахтит что у нее прусаки каташу по мусорникам лазит помните я вам говорила рассказывала напротив меня живет и 75 лет я надо дихлофос я вот это я сюда перешла она же на той стороне в этом же доме живет где ты бы я же ты вот это через дорогу шла она там нету мне я решу тебе надо что-то там нет а тут есть и тут нету я уже посмотрела дихлофос я тут точно нету но я же скалал для моли дихлофос нету вот я рад и шо до чего тебе дихлофос как отчего от пусаков и орется я говорю не знаю мне кажется сейчас уже и пусаков ни у кого нет у меня так точно уже на ли около 10 лет нет пусаку были я не скрываю так они бегали я смотрела как-то стояла за домом девочка по дому сверху в окна конечно не залазят летом по стенам я я даже сказал юля я хочу мне надо купить чтоб я не забыла что мне надо купить и вот это идет идет за мной тарахтит тарахтит ни разу то что она вообще никому не надо девочки сегодня шампунь купила детский я уже не хочу не я уже я уже когда-то покупала взяла шампунь для шампунь пена для мы для мытья головы честь я даже не задержки не буду брехать детям для детей взяла вот там одну понюхала очи один понюхала бутылочку в то но их там две только взяла взяла утенок взяла висюльку взяла девочки панда бумага сейчас вот и бы по акции так что период было 60 с чем-то сейчас 30 с чем-то они всегда делают на панду акцию 50 процентов золотой в общем целый кулек набрала а дезик себе взяла закончился же этот эффект пудры в общем целый кулек набрала косметики самошедшие гроши все девочки утенок взяла большой 125 гривен не маленький а большой думаю возьму большой утенок самый лучший девочки я специалист по всему этому для мытья унитазов ну как для мытья унитаза я думаю всех белый нету таких унитазов как он на улице как глянь и шоу выбрасывают иногда так думать а где он стоял кто на него садился чтобы унитазу поддерживать чистоте тенок никакой доместос никакая хлорка это просто для освежения для зиги дезинфекции ауня а для этого чтобы не образовывались никакие камни чтобы не образовывалась ржавчина она бывает вот у де вода сбегает бывает иногда я думаю у вас у всех это бывало ничем нет нет дерешь ничем только только утенок туалет сходил и сразу утенка на круговую и всегда будет все хорошо по дома все закончилось я потом утром пошла умылась зубы почистила зеркало помыла девочки все по операционной делается и на зеркале там под языки какие-то ставят ну как у всех а вот там не нужно ставишь просто думаешь что для чего это полочка на зеркале я следующая зеркала семья будет никаких полочек вот этих на зеркале как значика не надо таки ставишь туда специально что-то этим никто не пользуется но только пылица стоит я перемыла эти бутылочки теперь вот эти мазюкалки дезики и что-то там еще я даже не знаю что оно такое но я постоянно его мою и ставлю а шо оно такое не знаю все перемыла перетерла все зеркало сияет ну а тут кинулась анимание чего выкинула все пустые бутылки пока поколыхала собрала целый кулек как она то все в один день заканчивается потому что в один день все покупается все вместе я сейчас висюльку новую покупаю девочки знаете какая она она вот она мне нравится она вот такая как а вот такая какая-то как конусом идет вот так вот и там я не знаю что там но там такое синее вот она сводится в том синее такое и вода становится синяя но нет ни таблетки кидать в бачок не вешаются вот это я сейчас покупаю такое я еще думаю что еще вот она дать это него тебе покупать это пойти надо хотя бы в варус или куда-то не больше выборут этот тоже хочется девочки я покупала помните раньше были баллончики я по-моему они сейчас есть они вот так вот ничего ничего так молчат молчат а то сами какие-то минуты проходят и сами так один раз вот это освежитель такой я помню он тогда такой дорогой был на я купила и брала вот эти что открывать такие то пластинки помните они были зеленые желтые и синие по моему тоже по моему сейчас на ли нет надо будет глянуть они есть приятно когда заходишь в ванну до девочки хоть и нормально все и чисто а все равно хочется чтобы какой-то отбыл вот не знаете что девочки в ящике между если это сам полочка такая там раз-два на лет пять ящичков открываются она угловая стоит на полу снежавейки и пластиковые черные ящички и там в итоге шо лежит там а лежит там иногда столько что сядешь на унитаз вот когда от сирены кулек возьмешь и сидишь собираешь перебрал опять что-то то-то токи подкинешь туда что-нибудь а потом выкидываешь вот так у меня там на эти девочки на верхней на самом верхнем ящичке мне лежит вообще дезик клема которыми они не брызгаются он сильно девочки такой ядреный а вот это захожу вот так вот хотя бы раз два дня брызгаю на вот эту занавеску шоу в ванной раз два и она пахнет потом и пахнет дня три она потом начинает но немножко ослабевать запах этот и такой приятный запах заходишь даже и духи можно какие-то я думаю уже вместо девочки знаете что вместо этих дезодорантов чьи этих освежителей воздуха они тоже сейчас не дешевые между прочим и они все до лампочки просто покупать какие-нибудь духи недорогие ставить а так вот и просто а я была как-то пришла на сокол вот а у них тоже раньше были разные дезики стояли а сейчас нету сейчас вот это я же сказала светочки или светочка утенок очень хороший для унитаза обязательно должен хлорка утенок домой со 100 тонн на 100 лет не надо то же самая хлорка бутылка белизна как и доместос так еще меньше проблем с ним лорочкой так обработал что надо а вот а доместос ну вы еще и дорогой такой вот эта хлорка и утенок чтобы это у них был этот освежитель тоже и такой и всякой ставили шакалки вот эти вот и в унитаз подвески вот эти разные и по две даже а это мне девочки у которой внизу на кирова убираю вот я как-то пришла у него по-моему аж три подвески в унитазе две по бокам и одна спереди я уже думаю но это перебор мой дорогой хозяин весь унитаз шарик какой ой комедии это а еще хотела так быстро сказать а а то была пришла жутко цветы но у нас около и это я хожу так вот думаю ну так духа у нее духов девочки море духов каких только нету море но я две невестки девочки и все нормально устроенные живут хорошо все сыновья все но все хорошо не бедные и шо пишу ей дарят невестки конечно крема духи у такое все сыновья конечно им повезло что не надо думать что подарить маме а невестки сами там орудуют там завалено у нее все она потом немного у него постоит она мне эту перекидывает ой шо а вот и это это я пришла так в доме с подъезда пахло уже вот это я хожу делаю свои дела что мне надо делать и подошла за ту дверь и вытираю так пахну я не пойму я лутки понюхала она взяла все лутки подухала она дерево девочка не деревьев дерево хорошие но хорошие двери все вот и вот это она впитала я десеточка что ты тут уже побалдела там агридан говорит между прочим очень а это я слышу я с подъездом с лифта вышла и сразу слышу запах на весь подъезд уже и такой знаете нежный мне кажется духе надо надо и себе какие-то купить которые не так жалко все равно они вместо дезика и на дольше хватит и цена то же самое можно купить за 100 чем-то гривен какие-то духи даже утешу на разлив магазинах это предлагают чепухнет палочки дают эти бумажечки эти дают нюхать одно а продают совсем другое пшакнуть натуральным а ты вроде берешь такое же самое она совсем другой запах уже и не стойки ничего потому что непонятно что бумажечки конечно не месяц кармане когда-то взяла это самое где где по моему эти бумажечки эти вы поняли что вот эти кордонные палочки что нюхать они дают месяц они у меня в кармане и пахли а купила духи у ниже вот такая бутылочка сашек я еще пошла где ты взяла вот это варусах вот это что стоят продают это нюхать даете что-то там берешься такая-то чепуха я ну палочка у меня чего это картонка пахнет он до сих пор месяц вот это куда там купить и то ли эти поставить и брызгать на эту на шторку ты на двери можно пахло кругом приятнее когда заходишь и в доме палочки вот эти что сашу ничка мне на день рождения подарил роза он они в комнате тут на столе стоят пахнут до сих пор я сюда принесла здесь девочки больше помещения в спальне они будут это перебор будет и поняли это для маленьких вот этот помещение год как квартира дошел мне там спаленка миша закрытый дверь у него она ему на сто лет не надо это это много сильно будет запаха а здесь как как конечно хорошо заходишь он сразу дверь когда открываешь когда заходишь и сразу запах вот это розы какой-то приятный получил меньше чем пол бутылочки там стоит на 4 или 5 вот этих палочек в бутылочке в этой это же не распределяют этот запах я думаю вы все знаете уже я просто мало ли кто есть девочки которые не выходят уже мы по многу лет с дому не знают это просто рассказываю что сейчас есть новое нашей жизни появилась давай девочки по кусочку колбаски сухую вчера брала миши говяжья колбаска дети такая мура в этой петриковке вот уже мура я снял утром а то думаю только еще выпила и сижу думаю а кушать же нечего я же не брала ни перец я сейчас пришла девочки перчину съела холодную прям зубы болят уже все не хочу все надо кушать или как-то разогревать или сразу в первый день наедаться чтобы такой уже вот шопите как съела оля оставила четыре красных и четыре зеленых перца сашу нички положила я тоже два красных по моему и два зеленых перчика насколько влезла в садочек вот оля себе взяла сколько я не знаю но мне не надо и сейчас я пришла в кастрюлька даже не знала сколько там открылась ела одну перчину руки взяла ледяной передел зубы сети скрутила проволокой как будто аж морозит аж прорывая мороз пошел что я буду разогревать не надо так съемок и все равно девочки хочу борща сейчас собаками разговаривала хочу борщащего его сварить с пельменями сейчас сварю ашу буряканы на вышел а девочки слышите еще больше сварет с чего есть я сварю обязательно потому что мне все а ну суп гороховый был то когда тот больше вы не помните я он суп гороховый перец вчера я хочу просто мысочку борща мне не надо уже не перец не никакими мэндеки как маленькую кастрюлечку сварю борща а девочки то когда я лежала в больнице в кардиологии я лежала но это по блату лежала не с сердцем а просто лежала вот этот гинсбург врач который я говорила кардиолог что я вам говорила очень хороший врач который медиком плаза но я там просто мне моют этот которого я работаю в дизуна кирова там через кого-то и меня положили туда просто чтоб прокапаться вот это когда мне был вот этот мне кажется это только у меня был вот этот невроз какой-то или как она называется вот эти панические атаки какие-то а ну на нервной почве что нет миша мне прикурить как давал вот и это это сейчас все нормально от оплату было девочки было и ненормально даже а куда она все девалось а все она в себе потом она дала мне по зубам так что и я же полежала в больнице и лежала со мной женщина на палате я первый раз лежала сама в этом же отделении только в отдельной палате и я бы легла и второй раз в отдельную палату но все были заняты там и 2 или три и были заняты ну людей же не выкину правда я ж не жена президента чтобы сразу освобождите по всех на улицу на коридор а меня на трон сразу и была палата там было сколько раз два три четыре кровати у палата здоровья на не такие как вот здоровенная вот и стал и столики диван стоял и два кресла в палате вот это же я там лежала и женщина одна пришла позже меня не обрешу она раньше меня потому что она была возле окна если бы эта кровать была свободная я бы конечно возле окна я люблю возле окна а вот так оно как-то уютно в уголку я лежала получается с краю и туда мне бы вставать и туда было я так не люблю и кровати большие хорошие не такие как в больнице все хорошо а вот я помню к ней сын приходил сын был неженатый ей было может быть это было лет десять тому назад ей было тогда может лет уже но за 70 хорошо а вот и сын приходил неженатый ничего он не был на вот и приносил же и покушать каждый день приходил я помню то что время с ней разговаривала на а то сядет ноги спустит а я в основном лежала так на нее смотрю и так слушаю и разговаривала с ним а вот угощала ее сашуня мне приносил шоу только мне не приносил покушать а вот я или всегда угощала что у меня есть и короче я тоже мы с ней за еду разговариваю как то она горит как она борщ варит всегда я говорю тоже что она говорит да говорит говорит у меня сын не любит буряк говорит а я борща всегда хочу она говорит вы знаете люда я она такая опять интеллигент она я вообще поражалась я так на нее смотрю человек лежит в больнице каждое утро лифик одевает встает я зачем вы его одеваете мы что все больные в халатах никто никаких лифчиков я врач заходит и послушать надо и все вот эти лифики мешают задирают вечно поднимают она не я не могу так быть врач-мужчина а он же за в отделении отделал обход как лечащий не но как за в отделении лечащий врач там и на было я забыла отчество в нашем а он за в отделении он всегда по каждой каждый день делал обход садился разговаривал могут и послушать и давление померяйте все каждый божий день вот вам за в отделении и это он же мужчина как это я буду без гальтера значит не так уж плохо раздумать или фиг тут лежишь и хоть бы до ума скорее тебя довели до тямы до какой-то и она мне вот это за борщ я говорю а как же вы готовите борщ она говорит все как всегда но говорит в основном у нас борщи постные редко когда я на мясе готовлю борщик и говорит борщ очень людо вкусный вы даже не представляете какой у меня вкусный борщ вот она мне рассказывает говорит я вместо буряка в борщ вложу яблоко говорит я его когда захочу порежу почище только его чищенное яблочко говорит когда порежу а когда потру и вот вместо бурячка у нее яблочко очень вкусный борщ я пришла с больницы коля мой же еще был шоры-моры крутили пришел он ко мне через дорогу на преседку мы через дорогу на той стороне я на это только у меня первая линия домов над дорогой у него вторая и я сварила такой борщ с яблочком я сразу я думаю господи ходи меня скорее уже выписывали так хочу такого вообще она так рассказывала ведь людо вы не представляете какой у меня вкусный борщ я вы так это говорите я даже представляю как это вкусно я ее так сижу она смеется доставала девочки люди вставали кремом лицом а вот она причепуривается где-то начешет подчешет зеркало идет на себя я вот так на него так вот пару дней пока я к ней привыкла я потом вот так лежу на нее смотрю а вот я даже не сплю лежу просто глаза закрыты она тихонечко ходит потом женщину положили вот такая голова была мы с ней сначала вдвоем были потом еще там вообще я и даже делала замечание а вот там ужасу и к ней приходили все орали как бешеные там вот эти все ее проведывающие как будто они одни в палате вот а мне эту жалко у нее постоянно было высокое давление дашу буряк ну без буряка больше варила я вот это за нее думаю мне ее жалко на я говорю имейте совесть человека сегодня такое высокое давление надо в нашпыганная вся уколами имейте хоть какую-то совесть человеческую как это меня потом еще хавала открыли а я еще громче как открыла коробочку свою так сразу заглохли на пока не пока не лежали в больнице пока лежали в больнице тишина было я лет и смотри она будет из коробочку свою открывать сейчас как открою если я сейчас открою отдельную палату иди себе нету в отделении иди шуруй ищи по отделениям вот наглые бывают да девочки и все и я же это самое а то вот так на нее смотрю это уже избилась а это а ходит на цыпочках на цыпочках туда-сюда туда я тут а я же так на ней даже так проподглядываю а потом говорю я люблю я лежу топайте скакайте она смеется сразу я просто лежу наблюдаю за вами я руках вот это встали с утра уже она встанет и бегу дюди это мотанет одну на голову и лифик этот одевает их и тысячу раз на день переодевается то она спала в этом переоделась а в другое ну вы даете мадал такая женщина хорошая была такая знаете спокойная такая интеллигентная и это горлопатка вот это я седаю сашу ничку-то приносил мне разу эти знаете по индеке мэндеке мою любительскую колбасу любимую такое все вкусненькое приносил я рис и нынка у меня не хочу а питание было в этом отделении девочки своя кухня была на это же не было общего общего пищеблока этого а своя кухня и там это она и раздачица кушать но раздавала нам вы ходили сами брали не не носил никто мы приходили она нам насыпала кушать как как заходили как дома в кухню она сама она готовит и первое второе десятое у три раза в день она все время постоянно что-то свеженькое готовила на это отделение сколько людей лежал с эти как хорошо не было вот этого общего силу вот и это потому что в хорошие за в отделении хороший на член там бы хорошие люди всю эту больницу сейчас она есть на ее при присоединили к больнице скорой помощи на философской семерка сейчас она больницы посоединяли все кому-то ну знаете через забор находится черти шо а вот и это и вот это я с такой женщиной лежала тогда в больнице и вот этот борщ от нее эти девочки как что они готовы так у меня есть история в том кто мне это рассказал и я пришла куришь тогда река лякова позвонила я людей борщик сварила думаю ну хайвана ценит больше девочки кто там кота что цене никто никогда все сидят вкусно говорят а что если там что-то не так или что-то там хрен кто поймет вот сегодня сварю хайволя угадает сейчас сварю такой борщ вы река ныма морковка есть все есть мясо нету без мяса шо цель меняю насаживать для меня борщ любой самый я он у виктора приходила раз капустняк съела а разборщ съела не любой борщ лишь бы борщ был особенно вот это ну как запахнет все я тогда по всем сейчас варю там соляшок капусты и а яблоки у меня он красный куда там буряку почищу ну буду варить при вас а девочки очень вкусно я тогда сварила или то что она новенькая что-то знаете там не поймешь и там яблочко есть вот какой-то вкус вкусный сейчас буду варить вы увидите она я пережарю яблочко вот как мы сейчас парковку лук и яблоко помидоры томата у меня нет помидоры есть на терочку блендер не хочу включать это мне надо а вообще-то могу включить меня там розетка вон она где духовка на гору не надо в эту сашек сказал не включать ни блендеры не шмендеры ничего только в ту где он духовка на табуретке стоит туда там розетка отдельная на духовку на блендере на мясорубку посмотрю короче это я так рассуждаю сама собой сейчас а сварю борщика с яблоком а вы будете смотреть я помню тогда сварила то и но я немножко сварила как немножко всем по тарелочке было я себе первое же насыпала покушала мой так вкусненько вы знаете какой-то чужой борщик вкуснятина девочки как я вам говорила без буряка борщ сваришь без капусты его не сваришь даже без картошки сваришь капустка зажарочка какая-то сейчас сварю мясо я только что открыла в морозилку копыта у тебя лежат свины задубевшие шкурки куриные как как кирпич лежат же за 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 не то что задубевшая вообще что там какой-то паще тут это что им покупала что они не ели его за футболила лежит как камень сало старое и все ничего больше а тут сало незамороженное лежит целлофани в этом перец в кастрюльке а в овощи там какие-то два ящика опять завалены только воля убирала это самое там это я знаю там три яблока лежат и что-то там перцы какие-то всем помидор я перец ела ледяной виски заболели глаза склеиваются холода сметанка есть все и сейчас сварю такой легенький с яблочком борщик вкуснятина сегодня опять утром сидела кофе попила потом съела там ниши брала конфетки они как ваффе девочки такие вот и барашин сливки и ленивки вафли просто цену в как конфеты сделано от раскрываешь а там молочном шоколаде кусаешь она как ванну вафелька как у ту мишка на севере раньше было такие то я кофе сначала выпила жду сидела так в окно смотрела потом оглянулась и конфетки жить и лежат он не захотел я взял одну конфетку села больше себя дома ничего не вот это сейчас вот я пришла сюда было без 22 вот это я первый раз это сел и перчим то вчера вечером как поела больше ничего не делал а вот я как малышок подтягивает валишь ты так подтягиваешь аж мне захотелось так потянуться малыш лежит девочки две котлеты у него и кусок колбасы хорошо голодающие и куся тот и кусечка где ты промышлял он только на него поглядывает на а это только заходит сразу на приживается чтобы он у него его не ограбил в этот полотам все и кусечка иди сюда малыш уже услыхали сразу на меня и уши тебя кто-то обижал где ты жил раньше в какой-то семье да тебя обижал кто-то да я думаю его кто-то девочки обижал а это тоже схватил колбасу и хотел идти ужас вот так на бок уже торчала у него колбаса тебя обижали да вот только хочешь вот даже сашек погладить а он сразу так уделает а потом только расслабляется видать били а я вам сразу говорила когда они только появились у меня им говорила говорила что дико обижали малыша не обижали уже маленький он родился в этом приюте в собачьем и поняли муж его девочки волонтерши раздавали саши взял а этого подобрали страсы это кто не знает девочки новеньких плану подписываются спасибо вам огромное девчата мальчики кто подписывается кто меня смотрит я вас умоляю такой же самый нормальный человек как и вы вы с той стороны сидите нормально я с этой без всяких показушник без всяких вот какое есть такое есть все я вам рассказала я у вас как на на ладони вся моя жизнь у вас на ладони то что там есть какие-то было в нормальное время я вам все рассказала а так девочки какие вы сильно честно варись все проходит девочки дай бог что только дети наши были я думаю никто по своей воле мало кто по своей воле куда-то это нахер бы она и надо было пиволи такую ими малыша ты потягиваешься глянили лег на подушку с этой стороны колбаса рядом в рядок девочки как спички сигарета лежит с той стороны котлета хвост хвост грызет что с хвостом брови выщипываешь на хвосте тянет а тот а тот пальцы лежит но ноги ногу левую лежит дик ты купаешься они облизу девочки как они это по земле тягают эту еду глотают это все вот те девочки счастливые эти как бог наградил животных до кушают до забиваются у них желудки тоже на девочки а мы виноград я боюсь сорвать и сразу в рот беру иногда парочка то пальцами так тирану как будто это что-то помогает посмотрите как животные на а то девочки слышите в тик токе сегодня то сижу в кухне санара 2 сидела вот ну смотрела в телефоне слышите какое-то племя где-то живет я да я так думаю они не разговаривают они просто какие-то то выкрикивают какие-то вот эти я уже даже поняла кто из них женщины а кто мужчины слава богу вот и это боже что они едят кишки с каких-то я же до кого не там убивают каких животных прямо вот так уберут их и едят нечищенные ничего грызут отгрызают я оля отправила и руля какая кровяночка на он кошмар я сегодня девочки иду в а ты бы свое которая на моей стороне это ой думаю что я купила сюда и ничего не принесла то же я домой думаю фу целая сумка у меня была это покупок а где же они делись вот так сижу только вот секунда в себе вот так вот тоже я домой купила вот это все утенки шмутенки думал шампунь я думаю дело делается я бы ничего сумки не вылаживала то что принесла оттуда вон ту колбаску эту говяжью это барахло девочки такие вот у сегодняш эту перед тем как сливку вот это ленивку скушать думаю миша ж колбаску говяжью я взяла вот такая девочка на то кольцами идет и это кусочек она идет как два кольца связанную то между собой я сказала мне эту одну ну там уже грамм 300 вот пришла вот уж когда миша отломал посмотрел что то как всегда как я вам рассказываю переломал что-то там заглянул туда и положи уже назад кулюк ну если я вот утром взяла хотела сырой попробовать кусочек я никогда говяжья я я ловичина говяжья значит не покупайте в петри кухне вот и это я думаю это надо возьму я люблю когда вот эти копченая колбаса какая-то вот такая вот кольцами или какая-то сосиски охотничьи или шок приварить немножко ну когда отварить знаете к крышке горяченькие копченые вот я взяла ее всю думаю что там я на три кусочка вот таких вот малыша вот такие вот такие три кусочка получилось он целый кусочек а целый дик уже съел вот ну это я возьму лучше приварю то набрала водички кастрюльку маленькую кинула а вот начала кушать девочки какие-то комки каких-то жил че копыт чешони туда не которые даже не откусишь все явно и у им скрутила сразу хулюк и он принесла такое барахло дай господь ну и все в общем сейчас девочки у меня сварю на повестке дня борщ с яблочком я рассказала историю этого борща я забыла как ее зовут вот если я все она придет сядет у меня и сидит я так на него смотрела такой моложе меня конечно если видит а хорошо ей уже было там лет уже ему лет 55 было такой 52 я так сильно смотрела то мы тоже так вот она же не рассказывала что он не был женат и детей у него нигде нету это с ней живет я так смотрела думаешь а я же есть свою историю за мишу рассказала вот я так смотрю дома так вот я и хороший мужик с виду и симпатичный приносил сюда покушать ей и позвонит сто раз утром вставала сразу ей звонит она с утра вставала у нее было сразу заваривала себе вот эту пачечки вот эти которые были бы быстро завариванные кашки овсяные и она вот это кашку эту заварит а вот потом туда медика там изюма такое шо было вы поняли накидает вот это я это сейчас завтрак уже будет аналит я должна кашей такой она завтрак говорит я пойду ведь я должна сделать так как я делаю дома я лицеда утром встаю вот это у меня запариваю кашу себе пока я себя порядок привожу поела кашу а потом и проходит какое-то там время и я завтракать и каша говорит это для меня это вы ждаете что это за каша больше воды чем этой каши я так люблю таких людей слушать девочки так вот такое тихо житя с ним было вдвоем то каждое утро сынок и позвонит и каждый день приходи не было такого чтоб не пришел а потом эти заселились ужас нам даже когда мы с ней вдвоем это самое лежали даже в палату то борщица такая света ее звали а то заходит эту на нашу палату последнюю оставляла девочки в палатах даже ковролин было на пылесосе вот это заходится все повытирает кругом все пропылесосит вот а потом берет стул сядет посреди палаты между кроватями и этой женщины моей и вот это мы втроем истории разные рассказывали друг про потом раз медсестра заходит очень так было хорошо и мы вот это беседы только это появилось все перестали все сидеть возле нас девочки сегодня у меня будет борщ забыла как ее звать эту женщину я даже слышите даже она мне тогда сразу говорила где она живет я так хотела было потом пойти ее проведать домой девочки я все забыла и как-то вот так вот я знала я думала ей сюрприз сделаю она же не рассказывала где это и я же даже не представляю где это как-то я тут у тут у тут у как вот и знаете наша жизнь вот эту мишу нет я тоже я думаю схожу к ней в гости что-то вкусненькое скуплюсь хорошо думаю она такая будет рада что я пришла миша девочки столько мне поддых давал шо не до того было сейчас вот тишина слава богу уже лет пять под тишина было все милости кровушку попил хорошо хорошо не все говорят но это болезнь это болезнь но девочки болезнь мне кажется когда человек болеет такой болезни должно быть она становится жестоким когда начинают творить такоеся на уши не натянешь мне кажется это уже не болезнь а то знаете для меня девочки от гнута вот бываю такие шуй буйные все но для меня это это ж бандитизм они же головой в стенку не бьются они ж себе ничего не делает так что это заболеет когда они хотят тебе взял когда они хотят покрушить что-нибудь в доме. Что это за болезнь? Не знаю, я не пойму. Вот я смотрю, девочки попадаются тоже в интернете. Мальчик, ну, может, ему лет 13. Но это американская семья. Вот. Он ее и бьет, она текает, мать, и все. Но она снимает это. Он же себе ничего не делает. Он ее бьет, он ее хватает, она текает красной, пятнами покрыта. Запыханная, переживает, ждет, пока он вот это перебесится. Это нормально? Такая не бесится головой он об дерево. Что это за болезнь, девочки, я не понимаю. И вы знаете, даже в эту минуту, когда вот такое дети противятся, я вам честно, он только проходит пару минут, думает, господи, что ты сейчас думал, и вообще что такое. А вот в эти секунды, такое почти... Да? Потому что ты начинаешь реагировать уже не как на своего родного человека, а как на какого-то, как преступника. Было все, девочки. В больнице зря не лежал. Думаете, я бы его положила в больницу, если бы тихо было, вот как сейчас. Да, есть вот это все, да, это... Но когда оно вот это, когда были такое шо, текайте все с дому, тогда, конечно, забирали в больницу. И успокаивали. Сирена, блин. Задолбала. Утром сегодня как гэпнула блеха. Ладно, девчоночки. Сейчас варю Оля скажет. Я не буду с яблоками. Или скажет. Ой, вкуснятина. Вчера за перец и знала, как петь, какую песню, какую сторону. И туда, и сюда, как вкусно. Ой, какой перец вкусный. А я еще тем мазелом помазала. Ну, то, что с Сашунечки синенькие перемазывала. Майонез их сейчас на ком с укропом. И так на перчик размазюкала. А вот. Вкусно. Я тоже вчера съела. Один красный и два зеленых. Три перца. Вот так я брюшка доела. С лососевого. Лососевый вот. С салом. Не, и сало тоже по пару кусочков. И Оля, и я съели. Цибулю я ела, Оля не ела. И брюшка с цибулей. А, я люблю. У меня очень такие брюшки. Я говорю, будет, можно пополам. Не, я не хочу кушать сама. Я вот скушала. А сейчас я хочу морщ. Я уже сегодня перца и не хочу. Я уже поела. Хотела не кушать. Пришла, думала, уже не буду. А потом, думаю, глянула только полвторого. Но, думаю, ты съем. Тем более, ничего не ела. Ладно, мои родные. Спасибо вам, девчата, за все, что у меня есть. За комментарии, за ваши. Спасибо, родненькие. Думаю, думаю. Вчера таблетки не было. Миша просил таблетки, как комаром купить. Нету. Вот тех, что я ему всегда покупала. Дала, то, что Оля купила. Пришла, он их выложил. Не те. Ну, можно вот это жить, девочки. Люди думают, чокаются, как выжить, как прожить. Какой кусок хлеба за что купить. А тут не те таблетки. Ну, не разблять вашу мать, девочки. Это нормально? Или что бы так вот с едой? Болезнь. А у меня не болезнь уже вот так жить. Ну, он тоже кровопийца лежит. Говорят мне, собак не кормлю. Сейчас я его увеличу. Где тут вам увеличить? Ой, господи. Я не знаю, видно вам или не видно. Смотрите. Котлета с колбасой, видите, лежит. А вон котлета возле него, возле головы. Видите? Видели голодающего? Смотрите. Смотрите, сейчас я скажу. Ну, что, пошли туда. Смотрите, сейчас хватит. Что он будет хватать? Так, малышочек, пошли туда. Будешь идти? Пошли. Идем туда. В коридор пошли. Так, пойдем, пошли. Пошли на выход. Идем. Все, я пошла. Пока. Пока, пока. Я пошутила. Я пошутила. Возвращайся. Девочки. Увидели? Малыш, я пошутила. Иди сюда. Малыш. Малыш. Взял котлеты. Он лег там с колбасой. Иди сюда. Я пошутила. Иди сюда. Возвращайся. Возвращайся, малышочек. Иди сюда. Иди. Иди, мамочка тебя зовет. Иди сюда, малышочек. Иди. Заходи. Я не буду уходить. Иди сюда. Так, все, заходи. Иди сюда. Я не иду. Вот, заходи. Я пошутила. Дик, малыш. Идите сюда. Дикуся, малышок. Уже пошли там. Меня ждут на пороге. Ну, я ж туда идти не собираюсь. Я пошутила. Заноси колбасу свою. Ложися, иди. Потом говорят, что я собак не кормлю. Котлетами обложены. С колбасами. Девочки. Ой. Штаны одела. Задом наперед. Ну, ладно. А я думаю, где карманы? Руки суну, а он, назад сейчас. Ладно. Девочки, будьте здоровы все родные. Я ставлю борщ. Руки суну, а он, назад сейчас. Продолжение следует...